Всем привет, друзья! Ставка 30 тысяч рублей на Лигу Европы. Это второе видео. Обязательно посмотрите первое, которое вчера вышло на канале. Там много ставочек интересных, прогнозов на матч ССК, ЦЛЖ2 Экспресса. В описании вас ждут ссылочки на мой телерам-канал, где будут дополнительные бесплатные прогнозы. И на наш чат, где мы обменяемся мыслями. Там около 1000 участников. Всем рекомендую на комментарии. Начнем с матча Заря-Лестер. На мой взгляд, очередный фаворит Лестер в этом поединке. Таким, понятное дело, что они там ратируют состав Лиги Европы. То, что у них был матч в понедельник в чемпионате, который они не выиграли. То, что впереди у них снова на выходных игра ВПЛ. Еще раз повторюсь, да, и в других матчах Лестер не выставлял основной состав. И тем не менее, это не мешало им показывать хорошие результаты. 4-0 они дома обыграли Брагу на выезде, с ними 3-3 сыграли. 1-2 на выезде переиграли АЕК, но Заря гораздо слабее Браги и послабее АЕКа. Зарю Лестер обыграл дома довольно уверенно, 3-0. Там были дикие ошибки Зари в обороне. И, в общем-то, эта победа была одержана, ну, без затрат каких-то лишних сил. Заря, да, в прошлом туре обыграл на выезде 0-3 АЕК, но все решило удаление. В меньшинстве, когда остался АЕК, он эти три гола и пропустил. Дома же Заря тому же АЕКу 1-4 уступила, Браги тоже дома уступили 1-2. Поэтому я не вижу причин, чтобы Лестер не держал победу в этом матче. Моя ставка P2, коэффициент 1-77, 2800 рублей оставлю. Ласк играет против Тоттенхэма, а у Тоттенхэма часто выставляет в Лиге Европы неплохой состав. Но впереди один из важнейших матчей сезона. Дерби Серна Лондона. Это ожесточенное противостояние, на которое максимальный настрой. Поэтому, само собой, Тоттенхэм, как и Арсенал, будет неплохо ротировать состав в Лиге Европы. К тому же тот же Ласк они дома обыграли 3-0. Так что могут себе позволить проиграть там с раненцем 1-2 гола. И все равно Ласк их не опередит по дополнительным показателям. Тоттенхэм разобрался без проблем с Лудогорцем. 4-0 дома, 1-3 на выезде. Но мы видим, что даже на выезде от самой слабой команды этой группы Тоттенхэм пропустил. Также Тоттенхэм в этой Лиге Европы уже умудрился уступить 1-0 Антверпену. Ласк гораздо сильнее Антверпена, и тем более лудогорцы. Да, Антверпену они уступили в прошлом туре 0-2. Но у Ласка какая-то дикая история в Лиге Европы. В каждом из трех последних матчей они получают удаление. И если в матче с Лудогорцем в меньшинстве все равно удалось выстоять эту победу. 4-3 они их дома переиграли. Ласк невероятно результативная команда. И если Антверпен, они 1-0 победили, несмотря на то, что полтайма второго играли в меньшинстве. То в домашнем поединке удаление получили достаточно рано. Поэтому и проиграли 0-2. Но повторюсь, Ласк очень хорошая команда. В прошлом году у Лиги Европы они дошли довольно-таки далеко. Поэтому я жду от них в этом поединке хорошего результата. Особенно учитывая, что Тоддыхом должен ротировать состав прилично. Ну и даже если не будет сильной ротации, все равно я уверен, что Ласк в этом матче забьет. Так что две ставки у меня. Первая, индивидуально тут Ласка больше одного. Коэффициент 1.90, 2.800 рублей я ставлю. Вторая ставка Фору плюс один на Ласк. Коэффициент 1.77, 2.500 рублей я ставлю. Рома играет против Янг Боеза. Но Рома по сути решила практически все свои задачи. Но все равно я не думаю, что в домашнем поединке они будут расслабляться. К тому же они уступили в серии Наполе 4.0. Это прям такая пощечина, да, разгромное поражение. Нужно дать какой-то ответ болельщикам. Поэтому в этом поединке я жду нормальной игры от Ромы. Они уверенно разобрались с Кужем 0.2 на выезде 5.0 дома. Не смогли взломать автобус ЦСКА Софии 0.0 сыграв с ними. Но на выезде Янг Боеза обыграли 1.2. Причем на выезде с Янг Боезом играть гораздо сложнее. Там искусственное покрытие. Там всем тяжело играть. Дома Роме будет гораздо проще. И в принципе команда в неплохой форме. Даже несмотря на поражение от Наполя. Потому что до этого у них было 5 побед подряд. В чемпионате Италии тоже довольно уверены победой. 3.0 паром обыграли 2.0 Ферентину. Что касается Янг Боеза. То они разобрались со слабейшей командой группы. С СКА Софией обоих матчах 0.1 и 3.0. И 1.1 на выезде сыграли с Кужем. В этом поединке я не стал лезть в исходы. Хотя думаю, что Рома должна победить. Но по крайней мере несколько своих голов у Ромы должна забить. Моя ставка индивидуальный тотал Ромы больше 1.5. Коэффициент 1.73. 2.800 рублей оставлю. И экспресс. Напоследок. Матч Арсенала Рапид. Арсенал, повторюсь, тоже у них важный матч с Тоттенхэм. Поэтому должен ратирует состав. Но у Арсенала гораздо сильнее скамейка, чем у Тоттенхэма. И поэтому те футболисты, которые играют в Лиге Европы. И получают мало практики ВПЛ. Все равно топ уровень. Николя Пепе, который красную карточку ВПЛ получил. И тоже должен в старте сыграть в этом пылинке. И множество других игроков, которые тоже в большом порядке. И я заметил, что Арсенал практически всегда забивает во втором тайме. В первом тайме иногда Вальяжно играет в Лиге Европы. Они обыграли 0-3, Мельди на выезде 4-1 дома. И по 3 гола в обоих матчах ворота Мельди забивали именно во втором тайме. 3-0 обыграли Дандолк. Первые два гола забили в концовке первого тайма на 42-44 минуте. Третье гола забили во втором тайме. И на выезде, проигрывая 1-0 Рапиду, победили их 1-2. И оба гола, само собой, забили именно во втором тайме. Арсенал уступил Лурхэмдну 1-2. И, как говорит Артета, лучший повод подготовиться к дерби. Это победить в Лиге Европы, чтобы набраться определенной уверенности. Что касается Рапиду, то эта команда, безусловно, сильнее Дандолк. Они обыграли их 1-3 на выезде 4-3 дома. Но, опять же, пропускали от Дандолка в обоих матчах. Последний матч единственный гол в втором тайме от них пропустили. И 2-3 голов в первом матче тоже в втором тайме пропустили. И уступили 1-0 Мольди. Я скажу вам, что Мольди выше уровнем, чем Рапид. И если Арсенал с Мольди не испытал проблем, то с Рапидом должно быть, по идее, еще проще. Потому что Мольди абсолютно заслуженно обыграл Рапид дома. 1-0. Единственный гол тоже в втором тайме забил. И, в принципе, мог забить еще больше. Так что моя ставка. Второй тайм. Универсальный тотал Арсенала больше одного. Коэффициент 1-63. И добавляю матч Рейнджерс-стандарт. Рейнджерс умудрился упустить победу с Бенфикой оба раза. Причем на выезде играл в большинстве. 3-1 вел. И 3-3 сыграл. И дома тоже до 2 сыграл, когда, казалось бы, все было в их руках. И должны были они побеждать. 2-0 ввели в счете. Также Рейнджерс еле-еле обыграла 1-0 дома Лех. И довольно трудовая победа на выезде на стандартном 2-0. Там второй гол забили уже в добавленное время на 93-94 минуте ударом с центра поля за шиворот в артарю. То есть, ну, не часто такие голы залетают. Поэтому, в общем-то, Рейнджерс, ну, это далеко не самая сильная команда. То, что они выиграют всех в слабом чемпионате Шотландии, это, ну, лично для меня не показатель. Да, и матч против Бенфики. Мы видели, что организации этой команде порой не хватает. Стандарт уступил 3-0 Бенфики. И в одном поединке проиграл Леху на выезде 3-1. В последнем туре обыграл их 2-1. Причем играл в меньшинстве одно время. Потом у Леха тоже было удаление. И в равных составах стандарт забил во втором тайме 2 гола. Конечно, безусловно, Рейнджерс здесь фаворит и, вероятно, должен одерживать победу. Но, мне кажется, слишком заниженная линия на хозяев. Поэтому я в Экспресс беру фору плюс 2 на стандарт. Коэффициент 1.38. Общий коэффициент Экспресса 2.25. 2.800 рублей ставлю. Не верю я в разгромную победу Рейнджерса над стандартом. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите в Телеграмму с дополнительными бесплатными прогнозами. Подключайтесь к нашей беседе, где около 1000 участников. Ссылки все в описании. Успехов вам! Увидимся в следующих видео.